Ну и начнем с кадровых решений. Дисциплина и порядок должны лежать в основе всего. Это заявил президент, согласовывая сегодня назначение новых руководителей. Изменения затронули местную власть Александр Лосевич. Согласован на должность председателя Логойского райисполкома. Произошло и существенное обновление вертикали в Минске, согласованное президентом главы администрации нескольких районов столицы. Руководить заводским будет Сергей Масляк на должность главы Октябрьского района, согласован Геннадий Любатынский. Валерий Вороницкий будет работать во главе партизанского района, а Сергей Шкруднев во главе Фрунденского. Обращаясь к руководителям, глава государства напомнил, Минск должен оставаться городом, удобным для людей. Отдельно президенту сегодня пришлось вернуться к теме событий в Шкловском районе, где вопиющая безалаберность стала поводом для отставок руководителей и членов правительства. Некоторые журналисты до сих пор не оставляют попыток перекрутить все с ног на голову. Мол, разнос был показательным, и все не так уж критично. Да, коровок всем жалко, но еще обиднее, когда колоссальные усилия по развитию сельского хозяйства и конкретного района разбиваются о халатности, равнодушии и работу спустя рукава. Диванные критики и некоторые журналисты забывают, что именно из таких недочетов в итоге складывается общая нерадужная картина региона. Я вот посмотрел по следам этих разборок в Могилеве, некоторые там начали смешать акценты. Чуть ли не Лукашенко не с той ноги встал, пришел тут разборки устроил, разогнался. Могилевщина плетется в хвосте развития всей страны. Никакого движения вперед. Вот губернатор был последний раз в прошлом году предупрежден, что по итогам года мы посмотрим на их работу. И в том числе на руководителей республиканского звена. Я хочу, чтобы люди понимали, что вопрос не столько в том, что там коровы грязные. Это просто люди не знают, что те коровы обошлись стране на вес золота. Мы их собирали по всей стране, чтобы укомплектовать молочно-товарный комплекс. И эти коровы не должны по 5-5 тысяч килограмм молока давать в год. Это тоже неплохой удой на этом комплексе. Но это не для этих коров. Ну а технология содержания отвратительная. Видите ли, корове не прикажешь, где ей лечь. В навозную жижу или в сухое место, где солома свеженькая и так далее. Но это пусть расскажут тем, кто не видел корову никогда. Если корове предложить жижу, навоз или сухое место, никогда корова не ляжет в жижу. Она выберет сухое место. Она не такая глупая, как некоторые, которые там работают. Это я реагирую на то, что я уже прочитал после этих событий. И самое главное – это безответственность. Это была заброшенная ферма. Когда-то там начали строить этот комплекс. Потом бросили. Мы собрали шапкой, походили по стране, собрали деньги, построили этот комплекс. Я его контролировал, строительство. Вместо захудалой фермы. Самое породистое стадо создали. Все по технологии выстроили. Оказывается, у них соломы не хватило. А до сих пор в волках на поле солома там валяется. А большую половину запахали. Потому что не смогли собрать, не организовали людей. Вот и проблема. Отчего это? Люди не научились быть благодарными. А им просто не сказали, что это за счет всей страны вам построили комплекс. Что вам создали самые лучшие условия для того, чтобы заработать хорошую заработную плату. Для того, чтобы вы имели работу, потому что это одно из самых глухих хозяйств в стране. В глухомане находится. Но там хорошие земли. И обратите внимание, это хозяйство, которое принадлежало вчера частнику. Значит, все мы болеем и частники, и предприятия кооперативные, и государственные одной болезнью. Не надо молиться начальника и думать, что все ему с неба свалится, и он там порядок наведет идеальный. Должна быть повседневная, кропотливая работа. А в таких хозяйствах должна быть железная дисциплина. Поэтому я поручил главе администрации и председателю комитета госконтроля перевести на военное положение подобное хозяйство. И я не боюсь открыто об этом говорить. Это я говорю для всех вас, потому что вам придется элементы этого управления использовать на местах. Людям надо показать, рассказать, что сделать, взять за руку, отвезти на место, построить, поставить задачу, вечером спросить о результатах. Ротация и в правоохранительных органах. Сергей Дорожко уходит из столичной милиции. Он возглавит Академию МВД. Начальником ГУВД столицы назначен Иван Кубраков. До этого он работал в Витебске. Начальником управления внутренних дел Витебского обл. исполкома назначил Михаил Гриб. И пока работу милиции в стране можно оценить как недостаточно эффективную. Если абсолютно честно, я не могу сегодня милиции поставить по десятибальной оценке 9 или 10. Не могу. И даже 8 с натяжкой. И я лишний раз, это министра касается и госсекретаря, в этом убедился, будучи в Могилевской области. Я вернулся к советской практике и перед уборочной кампанией попросил министра, наведи порядок на машинном дворе. Все, что связано с техникой. Посмотрите, что там по бухгалтерии должно числиться и есть ли это на самом деле. Заставьте их всех поставить технику на линейку готовности. И если бы мое поручение министру было выполнено, то вот этого бардака, который мы видели на одном из машинных дворов во второй день моей поездки по Могилевской области, не было бы. А там все превратили в кладбище. Поэтому имейте в виду, порядок должен быть во всем. Не только на улицах, не только в борьбе с криминалом, но и помощь надо оказать по контролю за хранением техники, других капитальных зданий и помещений. Без милиции мы это не сделаем. Что касается дипломатических кадров, Андрей Лучинок назначен послом в Объединенных Арабских Эмиратах. По совместительству он будет предоставлять интересы Беларуси в Кювете, Бахрейне и Саудовской Аравии. Задача продвижения белорусского экспорта в этот регион и привлечения инвестиций. На позицию генерального директора Гомсельмаша согласован Александр Новиков. Сейчас заводу необходимо существенно поработать над качеством техники. Александром Лукашенко также согласованы сразу несколько заместителей министра транспорта и директор департамента внешнеэкономической деятельности МИД Беларуси.